Всем привет! Обзор смартфона Realme C30, версия на 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, в черном цвете, модель Remix 3623, тут вот некоторые его технические характеристики, Powerful процессор T612, 8,5 мм его толщина, 16,5 см или 6,5 дюйма Fullscreen дисплей и 5000 мАч батареи. Так, смотрим на комплектацию смартфона, тут конверт в котором документация, дальше сам смартфончик, адаптер питания, адаптер питания, Так, смотрим, 10 Вт, то есть, это стандартный, да, по сути, то есть, это быстрая зарядка, ну, наверное, от 15. Так, дальше кабель microUSB, не Type-C тут, еще microUSB. Так, хорошо, теперь по самому смартфончику. Вот такой вот классный на самом деле материал, мне очень нравится, как выглядит смартфон. Рифленый пластик, причем с такой вот текстурой. Тут Realme, блок камеры из другого пластика, большая камера и вспышка. Так, камера у смартфона 8 мегапикселей, основная, фронталка 5 мегапикселей. Так, 6,5 дюйма дисплей, справа кнопка включения кнопки регулировки громкости. Слева слот, снизу microUSB порт, динамик, микрофон и джек для наушников. Так, смотрим, что тут у нас за слот. О, ага. Так, получается полноценный слот на 2 наносим карты и microSD для решения памяти. Разблокируем смартфончик. Перейдем в настройки. Посмотрим на версии операционной системы. Так, тут у нас версия интерфейса Realme R Edition. То есть интерфейс от Realme, какой-то свой лаунчер. Android 11.3.32. Есть еще версия на 2 гигабайта оперативки. Если не ошибаюсь, она будет чуть дешевле. Но по памяти будет встроено тоже 32. Так что не знаю, есть ли смысл вообще какой-то покупать на 2. То есть, ну 2 это маловато. В принципе, как и 32 гигабайта встроенной памяти, маловато. Хотелось бы 64. Закрываем. То есть microSD тут, наверное, ну обязательно нужно. Так, процессор у нас Unisoc Tiger T616. T612, 8-ми ядерный, 1.8 ГГц от актового числа, видеоускритель Mali-J58. Смотрим на результаты. Ну, стандартное для бюджетного смартфона. В принципе, даже хорошее для бюджетного смартфона. Бывает хуже. Видеускритель тоже нормальный. Запустился, все хорошо. Запустился быстро, потому что часто на бюджеты смартфонов он вообще не запускается. И показывает там какой-то 30 баллов, да, микроскопический результат. Antutu почти 200 тысяч. То есть, для бюджетки неплохо. Смотрим тест мультитач. 10 касаний поддерживает тач-устройство. Закрываем. По экрану, да, экран IPS, HD-разрешение. 3600 на 720 точек, стандартный 60 Гц. Запустим GTA San Andreas на устройство, посмотрим, как работает. Динамик только тут получается. Отсюда не играет. Иногда бывает, что и тут, и тут динамик разговорный. Он хоть и не такой полноценный, как этот, но достаточно громко играет. Тут это только чисто разговорный. Так, поправим. Графику сделаем максимальной. И яркость получше. В игре смотрим. Ну, пока что работает, наверное. То есть, GTA San Andreas это, конечно, не самая тяжелая игрушка. По игрушкам я сделал отдельное видео. Ну, и не самая простая. Далеко не самая простая. Работает на хороших настройках. И можем без проблем поиграть. Закрываем. Так, теперь покажу вам примеры снимков на камеру. Выведу снимки на экран, сможете их оценить. Так, теперь хочу сделать тест динамика. Сравним с iPhone 6s. Думаю, нормально будет. Старенький-старенький флагман против новой, но бюджетной модели. По динамикам. Так, на полной громкости. Сначала iPhone. Продолжение следует... Вот, ну, в общем, точно громче на Realme. Динамик громче. И, в принципе, на самом деле, бюджетное устройство достаточно неплохо по качеству. Немного проигрывает iPhone 6s. iPhone 6s он тише, но вот по качеству очень хороший. Тут неплохой по качеству и громче. Вот. Чуть-чуть проигрывает iPhone 6s по качеству, но по громкости выигрывает точно. Вот. Окей. Так. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maximum Mobile. Комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok